здравствуйте вы на канале мелодия бисера и сегодня у нас с вами мастер-класс по вот такой вот замечательной броши это у нас мышка как вы знаете 2020 год у нас идет год белой металлической крысы поэтому мы с вами делаем сегодня вот такую вот замечательную красивую мышку материалы и инструменты которые сегодня вы увидите в мастер-классе вы можете посмотреть на сайте мелодия бисера точка ру ссылочка будет в описании обязательно и давайте начинать наш мастер-класс и так какие же материалы нам понадобятся для нашего мастер-класса и для начала нам понадобится сама основа у меня это фетр один миллиметр серого цвета далее у нас будет еще изнаночная сторона я делаю ее из кожи можно натурально искусственной без разницы черного цвета либо серого и также нам нужен будет шаблончик нашей мышки она у нас без хвостика так как хвостик мы с вами будем делать из проволочки также нам понадобится еще проволочка совсем немножечко ее на букетик и на хвостик детальки будем приклеивать клеем моментом у меня кристалл прозрачный далее нам понадобятся различные бусинки для букетика нам понадобится большая бусинка капелька к ней будет идти вот такой вот обниматель металлический виде лепесточков далее бусинки идут на букете которые маленькие серенькие капельки для хвостика нам понадобятся вот такие вот большие рандельки рандельки чуть поменьше серого цвета и вот такие вот маленькие маленькие нам понадобятся еще для глазика и носика это что касается бусинок для обшивки у нас будет использоваться прозрачный обычный черский бисер десятого размера и для самой мышки для нашего заполнения и и нам понадобится вот такой красивый микс японского бисера тоха здесь очень много разных бусинок и нам как раз они очень хорошо подходят также нам понадобится мононить и иголочка у меня мононить 0 12 миллиметров и иголочка 11 11 размер далее нам понадобятся еще оправы для наших кристалликов маленький и большой также нам еще понадобятся сами кристаллики кристаллик риволи и у нас кабошончик опал далее нам понадобится еще цепочка стразовая и понадобится еще основа для броши и также по шаблончику мы вырезаем нашу детальку и потом мы создаем очертание нашей мышки с помощью канители канитель у меня жесткая серебристого цвета и так давайте же начинать наш мастер-класс для начала нам нужно нарисовать нашу мышку на листке бумаги нарисовали посмотрели как примерно будет у нас выглядеть примерили возможно какие-то бусинки посмотрели как в общем будет смотреться и теперь нам нужно будет вырезать нашу мышку вырезали мы нашу мышку вырезали мы ее без хвостика так как хвостик у нас будет из проволочки либо вверх подниматься либо закручиваться вниз поэтому он нам не нужен теперь нам нужно вырезать наш шаблончик из фетра прикладываем и нам нужно ставить немножко места для того чтобы в дальнейшем нам было удобно работать то есть мы можем вырезать с вами вот такой вот кусочек прямоугольный и сейчас белой ручкой мы будем обрисовывать нашу мышку наш шаблончик наметили контуры нашей мышки и теперь нам нужно детали обрисовать вырезали мы нашу мышку и теперь нам нужно взять канитель и немножечко ее потянуть для того чтобы у нее открылись вот такие небольшие спиральку было видно она растянулась немножко чтобы когда мы иголочкой проходили у нас ниточка заходила в эти спирали ее не было видно буквально немножко нажатием мы распрямляем нашу канительку чуть-чуть буквально даже практически не видно но все таки она у нас под растянута и так мы растягиваем столько сколько нам понадобится канительки и так нам понадобится иголочка мононить наша канитель и шаблончик и теперь начинать мы будем с головы мышки и пойдем постепенно в эту сторону и начинаем пришивать нашу канитель стараемся аккуратненько чтобы у нас ниточка зашла именно в эти пазы ее не было видно в принципе мононить она и так у нас бесцветная поэтому я думаю что особо не будет видно ее и и вот так постепенно мы пришиваем заворачиваем стараемся повторять наш рисунок полностью чтобы у нас очертание мышки было видно постепенно заворачиваем и у нас уже прорисовывается контур расстояние делаем примерно одинаковые для того чтобы у нас равномерно наша канителька распределялась и пришивалась тоже равномерно и стараемся ниточку заводить именно под канитель для того чтобы когда мы с вами отрезали нечаянно не задели нашу ниточку иначе потом все распустится и просто работаю на смарку когда мы доходим с вами до такого места где у нас должен быть немножко прям вот угол но не такой острый то мы потихонечку нашу канитель вот так чуть-чуть уголочком делаем и у нас создается вот такой вот угол но не совсем острый чуть-чуть ее подгибаем и идем дальше дошли мы до конца нашего ушка отрезали лишнюю часть и теперь далее мы будем начинать уже туловище и рядышком вот так вот пристраиваем и далее обшиваем также все детали которые нам нужно будет закончить отрезать и начать заново ну что закончили мы обшивать наше тело и захватили ножку теперь нам осталось лапка и нижняя лапка ну что вот она наша мышка уже контур видно очертание нашей мышки и теперь можно приступать к заполнению далее для нашей мышки нам понадобится вот такая вот стразовая цепочка очень красивого цвета она переливается и будет замечательно смотреться и я хочу выделить наше туловище мышки вот таким вот образом точно также закрутить по спирали как у нас и идет канитель начинаем пришивать аккуратненько проходим между стразин коми вот так вот затягиваем пришили один стразик теперь проходим следующий пришиваем вот так пододвигаем немножко чтобы у нас стразики все были примерно на одном расстоянии пришиваем следующий вот так вот получается вы можете себе помогать пальчиком вот ноготочком прижать канители и тем самым у вас будет создаваться и сам контур по которому вы идете и и стразовая цепочка никуда не денется поворачиваем не спеша аккуратненько пришиваем так смотрим чтобы у нас примерно было одинаковое расстояние между стразин коми чтобы красиво смотрелось в итоге вся мы еще несколько раз по последнему стразе теперь нам нужно отрезать лишнее мы просто берем ножнички и отрезаем и смотрите так чтобы у нас не осталось здесь пластинки которые у нас между стразиками если она остается то нужно ее вынуть чтобы у нас ничего не торча теперь у нас пришла очередь нашего стразика я взяла вот такой вот кабошончик кошачий глаз белый и у нас есть цапа нам нужно обжать цапы и зажать наш кабошончик аккуратненько буквально плавным нажатием мы зажимаем наши цапы со всех сторон вот так наш кабошончик готов теперь нам нужно его приложить вот так вот и пришить на цапе есть вот такие вот отверстия за которые мы будем пришивать ниточку мы оставили с иголочкой не отрезали и далее пришиваем наш кабошончик раз уж у нас иголочка идет с краешку то будем пришивать вот в эту дырочку заходим иголочкой и пришиваем теперь с этой стороны заходим где у нас дырочка есть заходим в дырочку и пришиваем проходимся несколько раз для того чтобы наш кабошончик точно никуда не делся раза три-четыре проходим по этим местам пришиваем несколько раз далее у нас остается ушко и на ушко мы сделаем вот такой вот кристалли также его одеваем в цап обжали мы наш кристаллик теперь укладываем на ушко оставляем примерно одинаковое расстояние со всех сторон и точно так же мы пришиваем у нас есть в цапе такие небольшие отверстия дырочки вот в них мы проходим иголочкой и пришиваем решили нашу револьку теперь нам нужно сделать наш глазик пришить и там где у нас мы отмечали глазик вот таким вот образом бачком пришиваем несколько раз проходим и так пришили мы глазик и теперь я хочу обшить канителькой для того чтобы у нашего классика появился контур обшивать мы будем точно так же как мы обшивали контур нашей мышки чуть-чуть закруглили нашу канитель и теперь обшиваем глазик заворачиваем и пальчиками помогаем сужать наш глазик для того чтобы у нас получилась такая вот капелька помогаем ручками и пришиваем аккуратненько чтоб нигде не зацепилась здесь вы еще можете прошить немножко белым для того чтобы показать глазик либо заполнить бисером для того чтобы он смотрелся еще реалистично носик мы с вами будем делать из такой же бусинки но уже без контура канители пришиваем пришиваем тоже бачком ее несколько раз для того чтобы она точно никуда не делась посмотрите какая у нас милая мышка получается ну что теперь переходим к заполнению нашей мышки сначала мы будем пришивать большую бусинку а затем уже рядышком будем пришивать поменьше и таким образом у нас создастся объем который будет смотреться наиболее выгодишь и решила распределить их таким образом и теперь в любом порядке которым вам нравится мы будем пришивать наш микс начнем например отсюда возьмем вот такую вот пусинку бисеринку пришьем ее вот так вот несколько раз пройдемся для того чтобы закрепить нашу бисеринку на этом месте далее например возьмем вот в этом уголочке возьмем какую-нибудь вот такую вот писяли пришьем ее тоже пройдемся несколько раз для того чтобы закрепить и таким образом мы выстраиваем как будет тут идти наши бисеринки можем использовать например стеклярус возьмем какой-нибудь и расположим его например вот таким образом это же закрепим несколько раз ну что вы такая вот мышка у нас получается заполняем потихоньку все пространство там где у нас есть небольшие такие проплешинки мы заполняем их более маленьким бисером мелким здесь в миксе он тоже есть пока что выстраиваем большие бусинки а затем уже когда у нас пространство будет заполнено большими мы можем уже более мелкими бисером проходится там где большой у нас не достает вот например у нас вот здесь образовалась такая вот дырочка проплешинка мы берем например какой-нибудь маленький вот у нас есть такой вот маленький бисер и закрываем нашу дырочку вот таким вот образом проходим ся несколько раз в нашей бисеринке и дырочки у нас практически не видно и таким образом мы пришиваем все бисеринки обшиваем нашу мышку заполнили мы полностью тело теперь переходим мы голове и я хочу выделить также щечки как мы на тельце выделяли сделаем а вот такой вот бусинкой расположим ее на щечке бочком тоже несколько раз проходим все чтобы зафиксировать ее далее продолжаем нашим миксом выкладывать уже теперь голову и не забываем там где у нас образуются пустоты мы их заполняем мелким бисером которые у нас тут есть в миксе ну что наша мышка почти готова осталось только здесь заполнить пространство и все здесь почему заполнять более крупными бисеринками как по типу вот такой вот средний и соответственно где у нас место больше мы выкладываем средними где у нас сужается мы там уже делаем более мелким бисером и так наша мышка готова нужно из кожи вырезать мышку чуть побольше вырезайте на всякий случай и из картонки тоже вырезала для того чтобы наша мышка была более жесткой вкладываем пока в сторону и теперь нам нужно сделать для мышки хвостик хвостик мы будем делать из бусинок и бисера который у нас был самого низа мы делаем маленькие берем бисер а затем будем уже побольше вот таким образом первую бусинку мы спустили затем уже два кончика проволоки вставляем в бисер вот так получается и сначала мы несколько бисеринок маленьких возьмем а затем будем уже чуть побольше затем еще одну рандельку и теперь самую большую рандельку вот такой вот хвостик получается теперь идем на уменьшение берем рандельку поменьше такой вот хвостик у нас получается я думаю что нашей мышки такой хвостик в принципе подходит больше наверное и не надо даете форму какая вам нужна вот такой вот хвостик и последнюю бисеринку тогда мы например берем такую серенькую на одну сторону и теперь закручиваем можете помогать себе инструментом можете руками закрутить нам нужно оставить такую рогатку я обычно делаю так заворачиваю концы вот так и с этой стороны заворачиваю вот он хвостик и когда мы будем пришивать мы с той стороны сделаем вот так и будем пришивать за вот эти вот рожки которые у нас получились и так хвостик у нас готов теперь нашей мышки нужен какой-то букетик а в ручках как мы его сделаем мы берем вот такую вот бусинку капельку вот такой вот обниматель здесь нам понадобится какая-нибудь бисеринка бусинка хоть что в принципе подойдет проходим вот так вот что у нас получилось теперь снизу нам тоже нужно будет бисеринка или бусинка чтобы закрепить закручивать закручивать делаем крутку несколько буквально виточков вот так вот и далее на какой-нибудь виточек мы надеваем бусинку вот например вот такую и закручиваем можете помочь себе инструментом чтобы получилось более аккуратно и по руками закручиваем у нас получается вот так вот и и буквально делаем еще с этой стороны такую же бусинку и закручиваем ее и наверное еще по серединке сделаем вот такой вот букетик получился три веточки из более мелких бусинок и одна веточка из большой бусинки вот такая вот у нас получилось веточка и хвостик теперь осталось все это соединить и нам еще нужно вырезать нашу мышку вырезаем мы очень аккуратненько не зацепив нашу канитель и все остальное потихонечку буквально вот оставляем чуть-чуть и потихонечку потихонечку вырезаем все мышку вот такая вот мышка получилась вырезали ее и теперь нам осталось соединить все части вместе переходим к следующему этапу мышка наша готова мы ее уже вырезали и я ее проклеила картоночкой если вы будете приклеивать так как я дальше буду делать букетик и хвостик то сначала картоночкой мы укрепляем нашу конструкцию а затем вторых картон очка уже будем закреплять хвостик и букетик если вы будете пришивать хвостик и букетик мы помырính к мышке то сначала пришиваем их а затем уже картоночкой закрываем. И также у нас уже вырезана из кожи задняя часть нашей брошки, изнаночная. Ее вырезаем мы больше, чем мышку. Внимательно посмотрите, чтобы все у вас было ровненько, чтобы она была больше, чем ваш первый шаблончик, потому что будет потом маленькая. Итак, для этого нам понадобится клей. Я использую клей-кристалл прозрачный. Очень удобно, хорошо клеит. И намечаем, где у нас будет мышка держать букетик. Ну вот примерно вот так вот будет букетик находиться. В этом месте мы приклеиваем и приклеиваем наш букетик. Вот так вот. Хвостик с этой стороны у нас будет вот так вот. Где-то здесь приклеиваем. Вот так вот. Чуть-чуть подвинем. Буквально пару минут подержим, чтобы приклеилось. И затем наносим полностью на нашу мышку клей и приклеиваем уже второй картоночкой. Вот таким образом приклеили. И теперь держим, пока у нас не застынет клей. Отложили пока нашу заготовочку. И теперь нам нужно основу для броши прикрепить к нашей изнаночной стороне. Как мы это будем делать? Я хочу, чтобы основа для броши была спрятана и было видно только верхнюю часть, острую. А вот эта часть у нас будет внутри. Поэтому нам нужно сделать небольшие надрезики в этой части и в этой. обязательно нужно примерить. Можно наметить сверху. Точно так же возьмите, например, ту же самую белую ручку, которую мы использовали для обрисовки наших шаблонов. И отмечаем, где у нас находится замочек и основа замка. Наметили. И можно вырезать. Вырезаем сначала, делаем прорезь, а потом уже смотрим по нашей основе для броши, как она туда влезает. Делаем небольшой надрезик. И вот таким образом мы продеваем. И с этой стороны точно так же. А потом уже можно подрезать красивенько, чтобы у нас красиво легло без всяких складочек. И вот что у нас получается. Вот так будет открываться. Главное, чтобы у вас вот этот вот кусочек был с этой стороны. Для того, чтобы у вас брошка хорошо и беспрепятственно открывалась и закрывалась. И теперь нам нужно наклеить эту часть и приклеить нашу изнаночную сторону. Приклеили. Теперь можно обшивать. Обшивать, соединять нашу мышку с задней поверхностью будем вот таким вот бисером, прозрачным. Начинаем мы с какого-нибудь... Ну, например, начнем с этого места. Сначала мы протыкаем кожу, затем набираем одну бисеринку. Укладывать мы будем бисеринки вот таким же образом, горизонтально. Теперь протыкаем переднюю часть и протыкаем кожу. Затягиваем. И вот мы видим, наша бисеринка находится со стороны лицевой. Мы ее поддеваем снизу иголочкой и проходим. Затем затягиваем. Вот так вот. И она у нас ложится горизонтально. Теперь далее. Кончик этот вот, который у нас, можно его туда запихнуть. Либо отрезать его, чтобы он нам не мешал. Теперь далее набираем еще одну бисеринку. Точно так же соблюдаем расстояние, чтобы примерно одинаковое было. Протыкаем спереди и кожу нашу тоже протыкаем. Затягиваем. А вот у нас наша бисеринка с лицевой стороны. Мы ее снизу поддеваем и затягиваем. Нужно так затянуть, чтобы у нас не перепутались ниточки. Нужно, чтобы наша вот эта вот ниточка не пересекала нитку. То есть она была спереди. И тогда мы ее продеваем и она у нас не будет путаться и затянется так, как нам нужно. Затягиваем. И вот они уже вдвоем. Нанизываем еще одну бисеринку. Протыкаем ее спереди. Протыкаем сзади. Вот так вот перехватываем, продеваем и затягиваем. Получилось три. Ну что, смотрите, как у нас получается. Такие воздушные петли. Наша мышка. И давайте еще раз покажу вам, как правильно нужно делать. Набираем бисеринку. Протыкаем все наши слои. Далее вот эта вот ниточка наша должна быть спереди. Здесь у нас петелечка идет. Бисеринка у нас снизу мы ее поддеваем иголочкой и затягиваем. И она у нас становится. Еще раз набираем бисеринку. Протыкаем ее через все слои, которые у нас есть. Создается петелька. Наша ниточка находится спереди. Бисеринка наша. Снизу продеваем ее и затягиваем. Все. Получается красота. И почему я еще делала между... Зазорчик у меня был между самим фетром и картоночкой. Я не хотела, чтобы у нас картонка была прям до самого конца фетра. Так как потом вам протыкать будет не так удобно. Лучше именно вот картонку вырезать по шаблончику меньше, чем ваша мышка, чтобы потом было легко. Тогда получается у вас картон будет внутри, а вы будете протыкать только фетр и кожу. И дальше идем точно так же. Соблюдайте примерно дистанцию, чтобы красиво смотрелось у нас в итоге с изнаночной стороны и чтобы у нас бусинка к бусинке лежала. И продолжаем так же до конца. Итак, мы дошли до нашего хвостика. И чтобы его красивенько сделать, нам нужно в принципе то же самое, только обходя наш хвостик. Протыкаем в этом месте. Точно так же мы проходим. Точно так же проходим. И затягиваем. Вот у нас встала последняя бисеринка у нас прям возле хвостика. Теперь далее нам нужно в эту сторону передвинуть нашу ниточку. И далее мы набираем точно так же бисеринку. Протыкаем уже близко к нашему хвостику. И точно так же проходим, как мы делали до этого. Снизу поддеваем нашу бисеринку. И проходим. Вот так вот. И теперь у нас с этой стороны хвостик. И наши бисеринки продолжаем дальше. Заканчиваем уже, подходим к концу. Вот. Оп. И готово. Теперь мы протыкаем еще самую первую нашу бисеринку. Вот так вот. Наверное в эту сторону уйдем. Вот так. Чтобы они у нас соединились. И все. У нас получилось все чистенько. Красивенько. Такая вот мышка. И теперь здесь осталось нам сделать пару узелочков. Буквально можно за канитель зацепиться. Сделать несколько узелочков. Где-то еще посмотреть, где у нас есть такие места. Несколько узелочков буквально делаем для того, чтобы закрепить полностью нашу ниточку. И обрезаем. Все. Наша мышка готова. Ну что, вот такая вот красавица у нас с вами получилась. Очень красивая мышка. Мышка аккуратненькая. Вот так вот открывается. Вы можете расположить и горизонтально основу для броши. Здесь не принципиально. Ну что, мышечка будет вас радовать в новом 2020 году. Прекрасный подарок как себе, так и друзьям на Новый год. Можете сделать именно такую мышку. Можете придумать что-то другое. Добавить другие кристаллики, бусинки. И уже мышка будет индивидуальная. Поздравляем всех с наступающим Новым годом. Желаем вам творческих успехов. Побольше рукодельничайте. И, конечно же, свободного времени и денег. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Обязательно ставьте лайки. И не забывайте просматривать новые видео. Они у нас будут выходить на нашем канале. Подписывайтесь на все соцсети. И до скорых встреч.